от миллионов поклонников впечатленных мастерством игры и казалось бы безграничным патриотизмом от нашего флага на плечах под овации манчестерского стадиона до полного пренебрежения человек который может объяснить слово измена лучше любого словаря бывший капитан сборной украины по футболу анатолий тимащук сейчас мужчина принялся устанавливать новые рекорды и когда казалось бы упасть ниже просто невозможно он упорно доказывает обратное выяснилось что тимащук в 2015 году не только не осудил агрессию врага но еще и помогал жителям оккупированных территорий со стороны страны убийцы об этом рассказала экс-жена тимащука надежда навродская по ее словам в тот период только было трудно уговорить хотя бы съездить к нашим раненым защитникам в киевский госпиталь оказывается ему было трудно определиться с приоритетами ну как не понять человека ты уже вроде бы играешь в российском клубе а здесь украинскую сборную везут к раненым бойцам да еще и жена постоянно деньгах правда на нужды украинской армии но какая разница в какое-то время я ему сказала выделить определенную сумму в то время это было 50 тысяч евро сразу мы погрузили многотонные машины помощи на сумму 30 тысяч евро после такого только срочно нужно было спасать репутацию в россии и толик как говорится порешал организовал вместе с фанатами зенита гуманитарную помощь от россии и донбассу это он сделал через александра захарченко бывшего и уже покойного предводителя днр вот как он это объяснил надежде навроцкой он вроде бы там в россии должен это делать потому что в украине фотографировался с воинами кроме того деньги которые бывшая жена уговорила тимощука выделить на помощь украинской армии футболист-предатель обещает вычесть женщины при разделе имущества но действительно это как-то накладно получилось и со стороны украины затраты и со стороны террористов вкладывайся не считаете пишите свое мнение в комментариях и оставайтесь с украиной сегодня чтобы быть в курсе последних новостей интернет гудит из-за скандала с участием сотрудников журналистского проекта bigus info сначала появилось видео как часть команды расследователей употребляли наркотики на своем новогоднем корпоративе также опубликованы записи телефонных разговоров которые якобы подтверждают употребление наркотических веществ они специально выехали в загородный комплекс за киевом потому что как и герои своих сюжетов хотели остаться незамеченными но наши источники предоставили видео их настоящих взрослых развлечений комментируют авторы слитого видео хорошо человеческие слова это кристальчики это как порошочек такой нет руководитель проекта расследования денис bigus сразу отреагировал кстати он на этом видео не замечен и видимо участие в корпоративе не принимал говорит что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения по его словам такое поведение это выбор взрослых людей однако за этот выбор в сознательной команде отвечает каждый также пообещал что все сотрудники пройдут тесты на употребление запрещенных веществ и их результаты будут обнародованы за эти кристаллики или как они там эту срань называют потому что мы всем редакторским составом гуглили что они употребляли все причастные получают и кадровые чистки как бы сформулировать вообще по всем пунктам а я не люблю работать вами впрочем есть и другая сторона медали выходит что за членами редакции bigus info следили около года фрагменты перехваченных разговоров смонтированы из нескольких эпизодов между которыми прошли месяцы по мнению bigus а такое прослушивание и видеонаблюдение в номере где отдыхали коллеги откровенное вмешательство в глубоко частную жизнь а герои обнароданного видео употребляя запрещенные вещества вредили только себе но не несли социальной угрозы также bigus отметил что камеры в номерах загородного комплекса где члены команды bigus info праздновали корпоратив установили представители пока не установленной службы денис bigus известен многими разоблачениями коррупции расследованиями а сначала полномасштабного вторжения присоединился к рядам вооруженных сил украины а вот само видео появилось на youtube канале народная правда и как уже выяснили специалисты такой информационный ресурс это так называемый сайт мусорка факт-чекерка романюк уверенно в ситуации с сотрудниками bigus инфо использован метод гнилой сельди по ее мнению персоной так называемой главной редакторки выдумано ровно так же как и другие работники редакции их места работы фиктивные а фото сгенерированы искусственным интеллектом известно что комитет верховной рады украины по вопросам свободы слова в ближайшее время сформирует запрос в службу безопасности украины для выяснения причастных к слежке за журналистами это точно это точно препятствия не это точно давление это точно незаконные действия но кто их совершал на это должны отвечать правоохранительные органы иначе подозрения которые сейчас раздаются со всех сторон что это и были правоохранительные органы в интересах кого-то из представителей власти ну будут фактически подтверждением здесь молчание сбу без разрешения которых не могли осуществлять такие записи нацполиции офиса генпрокурора скорее играет против них потому что дает козыри оппонентам говорить о том что мол видите молчат значит их рук дело молчат